Как вы думаете, можно получить сильные и рельефные мышцы, не умирая в спортивном зале? Сегодня уже да, потому что появились новые технологии, которые хоть и не заменят нам полностью тренировку полноценную, круговую, но во многом помогут в достижении результатов на отдельных особо сложных зонах. Меня зовут Силантьева Елена Сергеевна, я физиотерапевт и акушер-гинеколог, доктор медицинских наук по обеим этим специальностям, создатель и руководитель команды Лапина Тим, которая занимается интимной реабилитацией в стенах клинического госпиталя Лапина. И хочу познакомить вас с технологией, которая называется ЕМ-СКАЛПТ, созданной британской компанией BTL и нацеленной на тренировку мышц тела. Данная технология основана на воздействии высокоинтенсивного электромагнитного поля, которая, достигая в импульсе до 2,5 тесл, способна непосредственно под индуктором инициировать мышечное сокращение, непростое сокращение, супрамаксимальное мышечное сокращение. мышечное сокращение, которое позволяет нам увеличить силу, выносливость, объем мышц и такое сложное понятие, как качество мышцы. Более того, данная технология способна укрепить и ассоциированный с этим мышечным компартментом связочно-фасциальный аппарат. За счет чего достигается такой эффект? Сам механизм основан на том, что мощная энергия электромагнитного поля инициирует последовательное проведение потенциала действия по нервному волокну мотонейрона, дающего команду мышцы на сокращение, и длительное, мощное сокращение, инициированное электромагнитным полем, настолько велико, что позволяет, что становится для ткани стрессом, стрессовым фактором, который сам по себе стимулирует выработку белков теплового шока, который инициирует синтез новых фибриллярных белков и способствует гипертрофии и гиперплазии мышечных волокон, приводя к тому прекрасному результату, с которого я начала свой рассказ. На какие же зоны мы можем воздействовать с помощью данного аппарата? Это передняя брюшная стенка, это зона ягодиц, это мышцы бедер. То есть я назвала три довольно крупных мышечных пакета, возможно, даже самых крупных в нашем организме. И если мы инициируем изменение в лучшую сторону, увеличение количества и качества мышц в таких крупных пакетах, то мы, безусловно, изменим и метаболизм у данного пациента. А что значит изменение метаболизма? Активация метаболизма – это всеми нами вожделенный эффект сжигания дополнительных калорий, когда мы просто в покое. А еще такое изменение качества мышц влечет за собой активацию метахондриальной функции. А что такое метахондриальная функция? Это наша энергия, это наша способность в единицу времени выполнить гораздо большее количество дел, чем мы могли выполнить раньше. И, наконец, метахондриальная функция – это наша перспектива замедления старения. Ведь именно с метахондриальной дисфункцией сегодня ассоциированы кондиции снижения качества жизни в возрастной перспективе. И еще качество мышц характеризуется тем, что в процессе своей работы вот эти вот наработанные, объемные, сильные мышцы синтезируют целый ряд веществ, которые, циркулируя в нашем организме, оказывают многообразные действия. Например, миокины влияют на нашу когнитивность, сохраняя наш ум острым. Миокины влияют на наши сосуды, сохраняя наши сосуды от атеросклероза. Миокины влияют на нашу нервную систему, сохраняя проводимость по мотонейронам. В целом, сегодня многообразное влияние качественных мышц на наш организм считается одним из важнейших универсальных критериев повышения качества жизни и степени здоровья. Но я ушла довольно далеко от интимной реабилитации, хочу вернуться к ней. Очень важно, что если мы с вами говорим о пациентах после родов, то для каждой такой женщины свойственна эстетическая неприятность изменения силуэта передней брюшной стенки. И не менее 20-30% женщин страдают крайней формой такого эстетического дефекта наличием диастаза передней брюшной стенки. Так вот, диастаз, помимо эстетического неприятия, влечет за собой массу других особенностей. Перераспределяется внутри брюшное давление и меняется угол наклонения таза. То есть, если животик вываливается кпереди, здесь образуется гиперлордоз, появляется боль в спине при ношении малыша, и таз изменяет свое положение таким образом, что вектор внутри брюшного давления становится направленным ровно в переднюю стенку влагалища, создавая возможность для формирования цистоцели или опущения передней стенки влагалища, или возникновения стрессовой потери мочи, потери мочи при напряжении, при любом повышении внутри брюшного давления. С другой стороны, если бы нам удалось изменить угол наклонения таза, мы бы перераспределили этот вектор внутри брюшного давления в зону крестца и тем самым снизили бы вероятность реализации проляпса гениталий. А как нам достигнуть такого эффекта? Очень просто. Укрепляя переднюю брюшную стенку, укрепляя мышцы ягодиц. Легко сказать «укрепляя». Попробуем-ка укрепить мышцы ягодиц. Это такие упражнения, которые требуют очень большой вовлеченности в их повторное выполнение. Это достаточно тяжелые упражнения. И, наконец, это упражнения, которые тянут за собой увеличение объема бедер, что не становится желанным для каждой женщины. А вот желанным для каждой женщины является красивая форма ягодиц с расправленной подъягодичной складкой и дополнительным объемом в верхней наружной зоне. Так вот, эти эффекты достижимы с помощью EM-скалпт. Теперь перейдем к передней брюшной стенке. Передняя брюшная стенка состоит из четырех мышечных слоев. Самые поверхностные мышцы – это прямые мышцы живота, соединяющие лобок и грудной отдел. И наша попытка накачать мышцы передней брюшной стенки при подобного рода упражнениях нацелены в первую очередь на работу прямых мышц живота. При наличии диастаза подобное упражнение способно его ухудшить. И использование EM-скалпт, который вовлекает все четыре мышечных слоя, и в первую очередь поперечную мышцу живота, позволяет нам изменить угол наклонения таза, перераспределить внутрибрюшное давление с растянутого апоневроза на поясничный отдел позвоночника. Таким образом, нагрузка с переднего отдела брюшной стенки снижается, укрепляется поперечная косые мышцы живота, увеличивается их объем, сокращается промежуток между мышцами, изменяется состояние диастаза, подтягивается передняя брюшная стенка, что дает эстетический визуальный результат, и уходит в гиперлордоз, восстанавливая правильную осанку, избавляя женщину от болей в спине. И это тоже достижимо так быстро и эффективно только с использованием аппарата МСКАУП. Потому что тренировки, которые мы можем делать самостоятельно, нацелены больше на аппарат равновесия и требуют многих месяцев очень плавного, медленного пути к результату. Это те эффекты, которые мы всегда используем в том случае, если мы заинтересованы в оптимальном результате при лечении стрессового недержания мочи, опущения стенок влагалища и тазового дна. Потому что это тот результат, который дает противорецидивный эффект, который дает усиление желаемых нами результатов. И в качестве бонуса еще и эстетику тела, которая, конечно, всегда придает женщине уверенности в себе. Наверное, следует добавить, что данная процедура, как и большинство процедур, выполняемых на аппаратах компании БТЛ, является конгруентной к аппарату ЕМ-Селла, креслу, которое с помощью схожей, но только не планарной, а сфокусированной энергии, способна тренировать мышцы тазового дна, а также оно является конгруентным, допустим, к радиочастотной терапии, которая может быть использована самостоятельно в виде направленной контактной диатермии, которая предшествует или сопутствует этой технологии, или в несколько ином технологическом варианте, будучи встроена непосредственно в индукторе, в аппарате МСКАЛП-НЕО усиливает эффект работы мышцы, делает ее более комфортной и дополнительно позвоняет работать с жировыми отложениями, прилежащими непосредственно над той мышечной группой, с которой мы работаем во время процедуры. Курс процедур на аппарате составляет от 4 до 6, редко мы используем 8, хотя и это допустимо, и процедура следует делать 2-3 раза в неделю. Мы можем выполнять процедуру МСКАЛПТ в один день с процедурой на аппарате МСКАЛПТ.